Всем привет, с вами Андрей Сонар и тема сегодняшнего видео изделия, лодки, сделанные из плоских надувных панелей, которые известны у нас в стране под названием аэрдек. Правильнее всего аэрдеком называть не тип тканей, а именно надувные палубы. Но так уж пошло, что теперь аэрдеком называют вообще в принципе любые двухстенные ткани. Правильное название это двухстенная ткань или даблвол фабрик. Физические законы таковы, что любое тканное надувное изделие всегда при надувании стремится или к шару, или к цилиндру. Но для того, чтобы этот физический закон попрать наглым образом, был придуман вот такой вот принцип создания плоских надувных панелей. Как это сделано? Такой материал состоит из двух толстых слоев армированной ткани, между которыми примерно каждые полсантиметра идут прочные полиэстеровые или капроновые нитки, соединяющие одну сторону с другой. Что получается, если мы пытаемся надуть изделие из такой ткани? Эти самые ниточки не дадут раздуться изделию в шар, и надувная деталь, сделанная из этого материала, будет плоской формы. Что можно увидеть в данный момент на примере вот этой замечательной байдарочки, сделанной из аэрдека. Сам двухстенный материал делается фабричным образом на заводах, выпускающих лодочные ткани. Толщина панелей задается сразу и составляет от 5 до 30 сантиметров. Область применения двухстенных тканей широка и расширяется с каждым годом. Из нее делают очень популярные ныне сапы, вкладные днища для моторных лодок, спортивные изделия, прыжковые доски. А самая последняя тенденция из такой ткани целиком делать лодки. По своим свойствам такие лодки получаются близкие к жесткому корпусу. По виду они очень сильно отличаются от классических пухлых надувных лодок. И производители лодок из аэрдека не стесняют те ограничения, которые наложены на лодки трубчатых традиционных надувных конструкций. Проектирование делается аналогично жестким корпусам. И все преимущества жестких корпусов сохраняются в надувном виде. Кокпиты в таких лодках значительно просторнее, чем кокпиты в традиционных надувных лодках. Порадуют такие лодки и тех, кому важен внешний вид и дизайн. Именно то, что к проектированию лодок из аэрдека можно подойти как к проектированию жесткокорпусных лодок, дало возможность воссоздать классические лодочные формы. Например, Алюцкий каяк, Каноэ, Дори, Джон Бот и другие. Посмотрите на многообразие изделий из двухстенной ткани. В простейшем случае это могут быть просто очень удобные надувные сидения из аэрдека. Сап-доски стали мировой классикой и являются практически эталонным изделием для отдыха на воде. Появилась ниша и рыболовных сапов. Пока она только набирает популярность, но я думаю, что очень скоро рыболовные сапы потеснят традиционные грибные надувные лодки. Байдарки и Каноэ из аэрдека имеют гидродинамику жестких корпусов, которая значительно превосходит гидродинамику традиционных надувных лодок. Недавно нами был воссоздан в надувном виде классический Джон Бот. Моторная лодка для стесненных условий, для мелководий, для небольших речек, которая позволяет идти с минимальной осадкой по самым-самым мелким местам. У нас даже есть проект надувного катера с рубкой, со спальными местами, с освещением. Такого вы, наверное, еще не видели. О ремонте изделий из аэрдека. В сети гуляет миф, что аэрдек не ремонтопригоден. И запомните, это полнейшая чушь. Изделия из аэрдека прекрасно ремонтируются самыми обычными заплатками, как и любые другие изделия из ПВХ. Нужно учесть, что повредить аэрдек гораздо сложнее, чем обычную ткань. Толщина лишь одной стенки из аэрдека на 30% больше, чем общая толщина лодочной ПВХ ткани плотностью 1100 граммов на квадратный метр. А если требуется эксплуатация лодок из аэрдека в очень тяжелых условиях, в так называемых шкуродерах, то на аэрдек прекрасно накатывается полимерная пленка из термополиуретана, дающая практически непробиваемую бронированную защиту. В общем, двухстенная ткань или аэрдек, это материал, в котором мы видим будущее современных надувных лодок. Следите за новостями от тайм-триала. Новостей про аэрдек скоро будет очень много. С вами был Андрей Санарт. Всем пока.